Метеоусловие, техника или человеческий фактор МВД Казахстана назвало основные версии крушения самолета в Алма-Ате. 28 декабря 2019 года, 15.31 Наталья Сергеевская МВД Казахстана рассматривает в качестве основных версий крушения пассажирского самолета. ФК. 100. Техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные погодные условия. Также стало известно, что бортовые самописцы авиалайнера передадут специалистам МАК в Москву для расшифровки. В результате катастрофы погибли 12 человек, еще около 50 получили ранения. Крушение пассажирского самолета авиакомпании «Бехэ» под Алма-Ате могло произойти из-за технической неисправности, ошибки пилотирования либо неблагоприятных погодных условий, заявили в пресс-службе МВД Казахстана. Глава ведомства Ирланд Тургумбаев уточнил, что следователи рассматривают все три возможные причины произошедшего и опрашивают пассажиров рейса. Следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожарно-техническое и транспортно-трассологическое, подтвердил он. Также вице-министр индустрии и инфраструктурного развития «Берег» Камальев рассказал, что бортовые самописцы авиалайнера передадут специалистам МАК в Москву для расшифровки. Вчера вице-премьер Роман Скляр разговаривал с председателем Межгосударственного авиационного комитета. «Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет, в город Москву», сообщил Камальев. Утром 27 декабря самолет «Фоккер-100», направлявшийся из Алма-Аты в Нур-Султан, потерял высоту во время взлета, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным зданием. На борту находились 98 человек, в том числе пятеро членов экипажа. В результате крушения 8 человек погибли на месте, еще четверо скончались во время оказания медпомощи. Ранение получили около 50 пассажиров. Вице-министр здравоохранения Республики Камалжан Надыров сообщил, что состояние пострадавших, которые накануне находились в крайне тяжелом состоянии, удалось стабилизировать. В стационарах остаются 7 человек, состояние которых медики оценивают как тяжелое, среди них второй пилот авиалайнера. Ему проведена операция на позвоночнике, она прошла успешно. Сейчас он находится в палате пробуждения, рассказал руководитель национального центра нейрохирурги Серик Акшулаков. Также в больнице находится бортпроводница, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Кроме того, стало известно, что сотрудник полиции обнаружил на месте крушения выжившего 9-месячного ребенка. В самолете мальчик находился вместе с родителями и тремя братьями. По словам полицейского, он нашел малыша на руках у матери, которая получила тяжелые травмы при крушении. Там лежала женщина с открытым переломом ног. Она не плакала. Наверное, от того, что была в шоковом состоянии. У нее на груди лежал мальчик, она придерживала его левой рукой, правая рука была травмирована. На казахском я ей сказал, что возьму ребенка и передам в скорую. Она моргнула глазами, дав одобрение, после чего женщина заплакала, рассказал сотрудник МВД Жак Салык Султанов в беседе с Tangerinews.kz. Мальчик вместе с братьями находится в детской больнице. Родители в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию. Сам полицейский заявил, что не считает себя героем. По его мнению, мальчика спасла его мать, державшая сына на руках. Нам поступила команда проверить за домами. Возле времянки лежала женщина без движения. На груди был ребенок. Я сначала не знал, что это ребенок. При взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. В Казахстане разбился пассажирский самолет по данным МВД Казахстана. В результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Бехэ» в районе Алма-Аты погибли 12 человек. Среди погибших при крушении, капитан самолета Марат Муратабаев, председатель Совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров, а также выпускающий редактор издания «Информбюро.кз» Дана Круглова. Сразу после трагедии полеты самолетов «Фокер» сто и деятельность авиакомпании «Бехэ» были приостановлены. По факту крушения было возбуждено уголовное дело по Че. Три статья. 344 УК Республики Казахстан – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта, расследованием которого занимаются правительственная комиссия и Министерство внутренних дел страны. В пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что авиалайнер был построен в 1996 году на заводе «Фокер» в Нидерландах и имел сертификат летной годности до 21 мая 2020 года. Гендиректор АО «Авиационная администрация Казахстана» Питер Гриффитс уточнил, что сертификат эксплуатанта авиакомпании «Фокер» возобновят не ранее 10 января 2020 года, пока не будет завершено расследование. Накануне вице-премьер страны Роман Скляр рассказал, что самолет при взлете дважды коснулся хвостом ВПП, что указывает либо на ошибку пилота, либо на техническую неисправность. В свою очередь, выжившая пассажирка рейса Гульнара Кошенова рассказала, что сразу после взлета самолет затрясся, все стало мигать, с полок начал падать багаж. 28 декабря объявлено в Казахстане днем общенационального траура. Соболезнование президенту страны Касым Жамарту Такаеву направил российский лидер Владимир Путин, который также выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших. В свою очередь, Такаев после трагедии поручил проверить все авиакомпании и объекты авиационной инфраструктуры в стране. Глава администрации Алма-Атыбакы Джан Сагин-Таев рассказал, что в день авиакатастрофы более 500 алматинцев сдали кровь для пострадавших. Кроме того, власти Казахстана сообщили, что выплатят компенсации семьям погибших и пострадавших при трагедии. Помощь раненым также организовал Казахстанский общественный фонд Джана Алатау, который открыл счет для перечисления средств в семьи погибших и тех, кто находится в больницах.